Книга открытым оком. Тема мусульманства. Восьмой том. Вопрос 2101. Отчего могло возникнуть мусульманство, если и в аравийских пустынях были подвижники, работавшие Богу? А были ли позднее случаи обличения святыми нечести мусульман? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Есть места Писания, которые им нужно прочитать. Деяние 4.12. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Иоанна 3.36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Им нельзя было не появиться, потому что монашество проложило путь им, оскопив проповедь, выбрав самое живое, самое ревностное. И потому на эту пустоту, на неевангелизированное пространство пришло новое учение, плотское. А если бы все эти силы были брошены на просвещение пустынных жителей, то вся Аравия припала бы к ногам Христа, как Индия к ногам Фомы. Но потом это забыли и ушли в пустыню, и пришли новые пророки с мечом. Не хотели потрудиться с мечом духовным, вот и пришли на их место лютые мечи, и пришлось уходить дальше в горы, а потом и горы оставить. Но так ничего и не поняли. Хватаются за монастрии. Это какое-то жуткое очарование, как под гипнозом. И вот из житий, что можно привести им. Кирилл, 11 мая Ваша же вера и закон, продолжал Константин, не имеет никакого неудобства. Они подобны не морю, но малому ручью, который может перепрыгнуть всякий, и великий, и малый, без всяких затруднений. В нашей вере и в вашем законе нет ничего божественного и богодухновенного, в вашей вере и в вашем законе, но только человеческие обычаи и плотские мудрования, которые можно без труда выполнить. Ведь законодатель ваш Магомед и не дал вам какой-либо трудновыполнимой заповеди. Он даже не отвратил вас от гнева, от беззаконий похоти, но разрешил все. Поэтому вы все однообразно выполняете ваш закон, как данный по вашим похотям. Спотитель же наш Христос поступил не так. Сам он причистый и источник всякой чистоты. Желает, чтобы и рабы его жили свято, отдаляясь от всякой похоти, и чистые присоединялись бы только к чистым, так как в его царстве. Матфея, 19 глава, 12 стих Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. На это Константин отвечал краткими словами. Разве нехорошо поступил Бог, когда отверг неугодного ему царя Саула и из числа пастырист стад избрал по своему сердцу мужа Давида? Следующая цитата. После этого один из главных советников Кагана, знающий хорошо нечестивые учения Магомета, спросил философа. «Скажи мне, гость, почему вы не почитаете Магомета? Ведь он весьма хвалил Христа в своих книгах и говорил про него. От девы, сестры Моисея, родился великий пророк, который воскрешал мертвых и великой силой исцелял всякую болезнь. «Пусть рассудит нас сама Каган, нас сам Каган», сказал философ. «Скажи мне, если Магомет есть пророк, то будем ли мы верить Даниилу, который сказал, что со Христом прекратится всякое видение и пророчество? Как же после этого он может быть пророком? Поэты, если мы знаем Магомета пророком, значит, отвергаем Даниила». Но на это многие из присутствующих сказали, «Мы знаем, что Даниил пророчествовал Духом Божиим, а Магометец же знаем, что он лжец и губитель спасения многих». Тогда первый советник Кагана обернулся в сторону к иудеям и сказал, «С Божьей помощью поверг на землю всю сарацинскую гордость, а вашу, как сверну, выбросил вон». И все сказали «Аминь». После этого философ со слезами на глазах обратился ко всем и сказал, «Братья, отцы, друзья и чадо, вот мы с помощью Божьей разнеслили и ответили на все по достоинству. Если же и теперь кто из вас не понял чего-либо, пусть придет и спрашивает меня об этом. Кто послушает все его учения, тот пусть крестится во имя Святой Троицы, а кто не послушает, я не буду иметь в этом греха, он уже увидит свой грех в день судный. Когда судья ветхие днями сядет судить все народы». На это хазары с каганом ответили, «Мы не враги себе, и так постановляем. С этого времени кто хочет, кто может, пусть обдумавши приступают к охрещению. А кто будет кланяться на запад, язычники, или совершать еврейские молитвы, иудеи, или содержать сарацинскую веру, магометане, тот примет скорую смерть». Следующее житие. Георгий Новый, 27 мая. Цитирую. «Скажите мне, могу ли я веровать Магомету, который не был послан ни Богом, ни Божьими пророками, ни апостолами, но был простым военачальником полка сатанинского, нося с собой хоругви дьявола? Вот вы и сами не знаете, во что вы веруете. Вы сами отступили от пути истинного». Стих. «Вопросы задают в недоумение. Немые авторы и здесь, и за границей. Они исследуют, мудруют, но в сомнении. Один из них великий Солженицын. Он патриарх, учитель для салаг. По радио часто в телевизор. Передо мной его архипелаг ГУЛАГ. И зэк Иван от батюшки Дениса. Сам Александр по отечеству Исаевич по каплям, по крупицам доходил. Красноармейский волк стал кролик или заяц, который смерть не раз перехитрил. Он спрашивает, ищет, вопрошает. Погубленных жалеет, как невинных. И видно, не читал пророчества Исаии, плачеремии о том Иерусалиме. Учитель, дорогой, страдалец и изгнанник, евангельскую веру и спроси. Тебе, читателям, тогда так ясно станет, в чем смысл трагедии архипелаг России. Лауреат и умница, каких почти не сыщешь. Нам не пришлось интимно рассуждать. Мой стол иной, с библейской чудной пищей. Евреев много так же, но ни одного же да. Вопросы ваши детские, смешные. Они давным-давно отвечены у Бога. Все за грехи, такие же, как ныне. Отступников Господь карает строго. Да, автор сам историк и статист. Свидетели и память так удачно. Использовал в одно сумел свести и рукописи сохранить на даче. Сверх гениально, но слепой ребенок. Но сдается всегда в повыдре. Архипелаг ГУЛАГ, начитаем, но и на пленке. И на компьютер. Осень на дворе. Игнатий Тихонович Лапкин, 2003 год.